здравствуйте меня зовут ирина шайдова и сегодня будет разговорное видео я хочу с вами поделиться своей радостью что меня пригласили на выставку международную дизайнеров украшения ручной работы и вот на фоне моей новой работы колье я и хочу начать свой рассказ а потом немного расскажу про вот это колье которое я начала делать в общем еще не уверена что она у меня получится но самое сложное было начать собрать мысли воедино сейчас расскажу на какую выставку меня пригласили это будет 5 международный ювелирный фестиваль который состоит состоится с 4 по 7 июня 2020 года в городе а радио румыния то есть я поеду в румынию там будет представлены мастера из разных стран по моему даже 17 стран будет представлена уже сейчас заявились люди от от 17 стран кто меня туда пригласил и как я вообще попала весь этот водоворот у меня была подписчица анна которая мне писала постоянно комментарии латинскими буквами которые мне было сложно читать комментарии были большие развернутые вот и она как-то доброжелательно ко мне отнеслась и на каждое мое видео оставляла мне свое мнение какое-то писала и через какое-то время мы с ней познакомились поближе и она сказала что она организует в румынии фестивале кстати фестиваль просто грандиозный я вам оставлю все ссылки кому интересно можете посмотреть я не знаю возможно и мастера могут наверное заявки подать да вот возможно там уже набрано количество участвующих а может быть нет в общем я не знаю вот организационных каких-то моментов общем кому интересно можете все посмотреть у кого есть возможность в это время приехать в город в этот а радио это очень красивый город я когда стала смотреть фотографии в интернете он просто какой-то сказочный город там красиво все и и и она мне много присылала фотографий своего города в котором она живет в общем так чтобы не перескакивать и вот она она сказала что она организатор вот этого фестиваля и что он уже четыре раза проходила планируется что в 2020 году будет 5 фестиваль и когда уже были точно назначены даты она мне позвонила и сказала что ирина я вас приглашаю поучаствовать я естественно так как я человек такой легкий на подъем авантюрный вот я обрадовалась и я точно знала что я поеду но не а фестивале я ничего не знала не о условиях что надо сделать до для того чтобы достойно как-то представить ну получается сама себя потому что каждый сам за себя там кто еще там будет в общем этого я ничего не знала и узнавала соответственно постепенно какую-то информацию мне давала она что то я смотрела в интернете я выяснила что вообще по-хорошему надо ну и она мне говорила что надо сделать 5 колье можно не обязательно колье но какое-то большое изделие чтобы она могла достойно соревноваться с теми изделиями которые будут представлены которые будут представлены мастерами на этой выставке в общем когда она мне сказал что надо сделать колье я в таком замешательстве была потому что я никогда в жизни колье не делала и мало того я не особо сейчас скажу у меня особо потребности не было в том чтобы делать колье и тут я понимала что наверное надо будет мне научиться как я и что я вообще делала это я расскажу позже сейчас вот именно о фестивале так как она мне сказала практически за год она мне уже давно об этом сказала и я сразу согласилась я сразу знала что я поеду на этот фестиваль я стала собирать свои мысли в кучу чтобы я хотела сделать как я вижу это постепенно но ничего для этого особо не делая потому что только настроиться впитать себя в какую-то информацию впитать знания в общем такая пауза была у меня я знала что надо немножечко привести свои именно мысли в порядок вот потом когда стали собираться участники надо было сдать портфолио своих работ какую-то карточку сделать которая бы представляла тебя как мастера и тут выяснилось она мне прислала карточки которые уже участники прислали и когда я посмотрела и я поняла где я и где эти участники то есть я вообще неопытный птенец по сравнению с этими а сами вышивки в очень высокого уровня там мастера и еще я забыла сказать что от россии еду я и едет ольга шумилова может быть еще кто то я не знаю но вот это я точно знаю когда ольга шумилова уже было на этом фестивале она мне дала ее контакты я и позвонила мы с ней заочно познакомились по телефону поговорили ольга мне сказала что и очень понравилось на этом фестивале что было интересно и она горит я очень хочу еще участвовать вот как бы она опять едет туда ольга тоже известный мастер ну вот я не знаю как вот эту груду и ров куда когда но у меня гораздо меньше опыта гораздо меньше знаний умения ольга уже больше 20 лет занимается бисероплетением и на фоне моих двух лет полных конечно у нее гораздо больше опыта и умения и она делает очень сложные красивые вещи в общем я а не позвонила и говорю что она я прям вот в замешательстве какие работы у этих мастериц и что же я туда повезу если я вообще никогда колье не делала она сказала что ирина вы попробуйте сделать если вдруг не получится горит значит привезете броши все будут соревноваться колье а вы привезете будет у вас броши в общем это определенного рода вызов мне сама в общем сама себе дай вот мне надо научиться делать колье ну ладно сделаем я думаю что но может не 5 колье 23 я точно сделаю колье по крайней мере я постараюсь это сделать и вот это вот я уже приступила так что еще будет на этом фестивале я вам сказал когда он будет проходить да я уже забыла в общем фестиваль будет проходить с 4 по 7 по 7 июня 2020 года города радио румыния у кого есть возможность просто попутешествовать приехать и в хорошей атмосфере потусоваться вот тоже можете естественно приехать потому что в instagram она завела такой аккаунт и она выкладывает туда все фотки предыдущих фестивалей и там конечно грандиозная фестиваль просто грандиозный там и мастер-классы дают вот она мне тоже сказала ирина сделайте какой-то мастер-класс и проведем его там для посетителей до для желающих на ваш мастер-класс попасть у меня конечно опять такие такие сомнения по поводу языка я у меня вообще сложная история с языками я не знаю кроме русского мне кажется ни одного языка очень очень поверхностно но она сказала что она мне будет помогать по крайней мере мне надо выстроить работу так чтобы я могла что-то объяснить хотя бы с помощью жестов это было понятно без языка то есть это надо продумать естественно должен быть мастер-класс несложный какой мастер-класс можно сделать но я так думаю что порядка трех часов примерно для людей не очень подготовленных понятно что сложную допустим брошь ты не сделаешь за это время но что-то эффектно и красиво мне еще надо разработать и но в этом плане у меня страха нет мне кажется что все получится мастер-класс надо сделать потом надо сделать пять колье но это по большому счету я вам говорю еще что надо еще что надо во первых вот эти колье это будет подиумный показ и это для дефиле колье то есть мы понимаем что это колье не для быту его носить хотя мне кажется что я делаю такое чтобы можно было и так и так вот но понятно что это конкурсная работа и это колье сделано именно для дефиле на подиуме вот мастер-классы будут потом дефиле будет благотворительный аукцион будет что еще выставки мне пришлось отвлечься не помню на чем я закончила еще там будет открытие музея ручной работы до мастеров как это правильно сказать наверное так так и правильно да открытие музея ручной работы и надо каждому участнику подарить ну что-то в этот музей меня она попросила чтобы я сделала брошь вот я хочу еще теперь сделать брошь и надо послать они в этот музей до открытия этой выставки чтобы брошь это дошла то есть ее тоже надо сейчас уже делать видите как много дел я вот так сдвигалась сдвигала но сейчас уже такого уже пора по одною этим заняться и так вот каждый участник привезет по 5 работ они наверное где-то будут выставляться как я понимаю 6 июня будет дефиле и жюри выберет лучшие работы и назначить победителя вот этого конкурса причем организаторы настоятельно требует чтобы был гала дресс-код чтобы все женщины рекомендовано были в длинных красивых платьях в общем все очень торжественно я это люблю мне это очень нравится вот осталось только купить красивое длинное платье как туда добираться у меня есть шенгенская виза трехлетняя она еще у меня не скоро заканчивается поэтому именно с визой у меня проблем не было самолет куда лететь но это я тоже решила отложить на потом потому что вот когда решу покупать билеты тогда и буду сравнивать цены у меня дорогу маршрут как удобнее естественно так как я не знаю языка мне боязно что я могу потеряться потеряться не потеряться в общем у меня есть такие опасения но я я поговорила с Ольгой что давайте вместе объединимся с Ольгой Шумиловой и контакты на ее инстаграм я тоже наверное оставлю под видео и возможно если у меня получится смонтировать какие-то кусочки вот этого фестиваля из предыдущих лет фотографии я тоже вставлю вам чтобы вы поняли насколько грандиозное событие там будет и 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 вообще я планирую снимать там видео кусочками естественно потому что я непосредственный участник всего этого действия и вот прям сильно снимать я думаю что вряд ли у меня получится но тем не менее и вести не репортаж потому что как правило с интернетом трудно в поездках а потом когда приеду я выложу или большое видео еще одно где расскажу о своем пребывании на этом фестивале или несколько сделаю видео в общем мне кажется что это очень интересная тема получится интересный интересный формат и вот про дорогу туда я Ольге предложила что давайте вместе вдвоем веселее в общем пока мы вроде как договорились что поедем вместе но ближе к этому времени все станет известно ну наверное все что я а нет не все знаете где мы будем жить мы будем жить отель располагается в старинной крепости она вообще старинная и когда Анна мне прислала фотографию этой крепости она еще была сфотографирована ночью и там везде вот эти прожектора она так светится красиво я спросила крепость с привидениями вот ночью вот так вот видите так что я даже когда я начинала заниматься украшениями у меня ни одной мысли не было такой что я попаду куда-то вот так попаду еду ли я туда побеждать ну мне кажется видя какого уровня мастера там собраны мне кажется крайне самонадеянно крайне самонадеянно надеяться на победу конечно я еду в первую очередь чтобы получить какие-то эмоции впечатления приятно провести время познакомиться с близкими по духу людьми плюс конечно с Анной я не знаю мне вот кажется что мы с ней родственные души она как-то легко относится к этому миру мне нравятся такие люди в общем я еду именно получить удовольствие естественно если я получу какой-нибудь приз зрительских симпатий или поощрительный приз я буду довольна но я знаю что все мои подписчики которые ко мне хорошо относятся таких большинство на моем канале вы будете переживать болеть за меня и чтобы я туда не привезла вы все равно меня поддержите же правда то что я поучаствую в самом мероприятии для меня это уже награда и приз и так вот теперь это первое мое в жизни колье которое я думала что я его сделаю и буду представлять на этом международном конкурсе ради какая моя задумка была а и лам и я